День выходим из храма. Брат Андрей сделал новый забор. Какая красота, да? Мощно. Субтитры сделал DimaTorzok В Священном Писании есть места, которые требуют разъяснения всю жизнь. Вот если мы считаем Святую Гиблию, в которой 77 книг, то в Послании к Писанию Ехейцам, в 1-м послании, 5-17, то есть определенно апостол Павел говорит, за все благодарите. Это послание, подписательный знак. За все благодарите. Вот это усвоит только, наша жизнь сразу резко изменится. Потому что у нас какая-то установка, мы думали вот так-то, а получилось не так, а где Бог? Мы хотели, мы молились, опять не так. Нужен дождь? Нужен, а его нету. За все благодарите. Там наводнение, в другом месте пожар, в лесу, которой были деревни, сгорели. Где-то 28, кажется, пожарных машин ехали, и огонь с двух сторон. И все сгорели, пожарники. За все благодарите. Нам это почти невозможно понять. Царь был и пророк одновременно, и псалмоперик. Что он царь ушел. Что он был военачальник Давид. Ну и что? Пророчества, пророчества сбылись. А каждый день во всем мире считается только псалтырь. Самая популярная книга в течение 30-ти столетий. Псалтырь. Ну, по сегодняшему сказать, равных не нету. Эта книга Гиннеса была в десятки раз занесена. И вот считаем 118-й псалом, 164-й стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. За суды. Особенно хорошо молятся. Вот я хотел. Ну, просто и дело. У нас шарик потерялся, собака. Мы нашли. На руках несли обратно. Три дня не было. Где? Думали, что его не увидим. Да самое малое. В дороге приехали. Ну, дорога-то плохая была после дождя. Доехали. Господи, ты услышал молитвы. У нас непрерывно, ежедневно, каждый день, каждые два часа молитва идет по интернету. Дается сигнал, и везде зазменяло. Кто может, конечно. Семикратно в день. Семикратно в день. Ну, так посчитали за два часа. Попробуй один день так прожить. Вот нас потеряем. Ну, тут 10 дворов. Не получится. Семикратно в день. Нам абсолютно некогда. А вот как сумели мусульмане это сделать? У них пятикратный намаз. Намаз молитва. Пятикратный. Где бы он ни был. Во всем мире мусульмане в эти часы становятся на молитву. Я раньше никогда с ними не встречался. Но у нас одна была, она вышла замуж за них. Прям напротив нас. В Конде нажили, Мария. И она рассказывать стала, как будто бы это не на этой земле совершается. Какой у них порядок? Я говорю, вы хвалите мусульман. Я говорю то, что доброе. Как Серафим Саровский говорит, пчела с любого цветка не берет, а где-то отравы нету. Вот мы об этом сегодня заботиться должны. Как? Едет она в Ташкенте. В годы советской власти. Боялись перекреститься. Мы верующая семья. Но в горницу заходили за стол и за стола три поклона. Павел, что тебя нигде не видели. Это время было такое. Пострадает отец, родители. У баптистов детей забирали, а дети забирались на деревья. Пожарники снимали их оттуда. И сразу отбирали детей. Речь очень о многом шла. И она говорит, еду, остановилась, стоит. Ну, бывает. Потом смотрю, а шофера нет. А где шофера нет? Она говорит, посмотри. А он свой Достархан там какой. Расстелил, молится. Пассажиры сидят, и ни один не волнуется. А сейчас, говорит, он быстро. Это не больше пяти минут. У нас попробуйте сделать это. Поставить задачу. Один раз в году, семикратно в день, чтобы мы молились. Дома ты молишься, в поле, на тракторе остановил на значительное время. На комбайне. Коров доишь где-то. Попробуйте, и вы увидите, что у нас получится. То забыл, то некогда. Вот есть такое маленькое государство, Дубаи. Вот у нас, если помещается здесь 100 человек, да еще ни разу 100 человек не было здесь. А это, речь идет о тысячах, 15 тысяч в одном месте. Когда считаешь невероятным. Советский турист приходит, посмотрел, разрешается прийти, до какого-то места дойти. Обычно они разуваются все. Порядок какой. А никого нет. Он говорит, а у вас разве молитва не совершается? Да еще целый час до молитвы. Приходите, увидите. Я, говорит, прихожу. На колесе стоит человек. Еще дальше не помещается. Тысяч в городе. И таксисты, и все, все остановилось, заходят. Как мы на суде Божьем будем вести себя? А ведь Господь говорит через Павла. Многие бегут на ресталище, но один получает награду. Один. А у нас даже в такое время, воскресенья-то и то время нету. Семикратно в день. Златоуст говорит. Несмотря на великие, какие у него там задачи у Давида стояли, он находил время семикратно в день. Но попробуйте сейчас президенту поставить. То послы, то какое-то несчастье, то захват нордоз. Семикратно в день прославляю тебя. Мы, прочитав эти стихи, 118-й псалом, 164-й стих. По милости Божией сумели сделать это. А почему? Интернет помог. А то интернет от дьявола. От дьявола, когда мы не молимся, то дьявол. А молиться, это не от дьявола. И кроме этого читается Слово Божие. А как наполнить уста свои, сердце молитвой? А на все, что ты видишь. Вот обернулся, посмотрел. Вот тут я гляжу, двое наших юношей, молодые, идут. Идут, я думаю, дай-ка я их спрошу, о чем они разговаривают. А вы о чем говорили сейчас? Не знаю. Он говорил сейчас, одна минута не прошла. Он не знает, о чем говорили. Пустота. Я говорю, а вот ты шел рядом, там какой пруд, там называем матушкин пруд. Ты видел деревья, да? Березу знаешь, да? А к чему она годна? Он назвал березовка. Дальше не знаю, что березовка, все. Ну и чурки сделать, отпилить. А от березы деготь гонят. Это против разных вот этих жуков, против всего. Раньше обувь, чтобы не намазать, не было этого. Она замазывает все, и сапог-то таких не было. Мы под глазами рядом, что не видим и не знаем. Ты посмотри на все, как человек устроен. Вот как, в лепоту обречися, поете же. Ну спроси, что лепоту, еще слепил-то. Лепоту обречися, то есть он, Бог, воплотился в то, что сотворил, в человеческую красоту, в тело. Ничего в совершении тела человеческого нет. Ну, раньше не было интернета, но считали. Десять клеток, которые нервные, выполняют работы четырехэтажного здания, набитого электроникой. Я не ручаю, что так. Но 320 миллиардов клеток, которые в человеке, знают свое место. Здесь где-то что-то перерезали жилу. Сироп будет питать какими-то другими капиллярами. Один глаз исчез, вторым видит. Слепые иногда, говорит, умудряют слепых. Как так? У меня был знакомый, город Канск, Красноярский край, дядя Гоша Лютых. Он нес обед отцу. А обратно, когда шел, ну, отец-то не знал, ну, побыло идет. А мостик этот водой залило, его смыло. Ну, его там подобрали, глаза песком залили. Он потерял зрение сто процентов. Ему мудрость Бог дал такую, что даже отец Геннадий Фаст, ныне доктор богословия, я, говорит, не мог найти границы его знаний. Он слышит беседу, а я беседую с отцом Дмитрием Дудко. Он сразу сказал, а это кто? А ему сказали, а где живет? В Барнауле. Он тут же с провожатой приехал в Барнаул. Приезжал несколько раз. Он наизусть такие поэмы считает, как Натсона, христианка, это там несколько страниц. Человек слепой. Ложил печи. Службу, которую знает, священник еще заглядывает. Он не может смотреть и подсказывает священник, который служил. Отец Геннадий даже в пасхе с ним служил. Я знаю житя святых, но я не знаю, в какой день. Он все это знал наизусть. Я поехал к нему. Достаньте книгу, он показывает там. Я достаю ее. А это перевод при Елисавете был. Брайля. Он пальцем раз развернул, ногами книгу. Какую мудрость Бог дает. Он говорит, ни одного не было диспута в городе, где он жил, чтобы я на нем не был. Так он слепой. Слепой. На какую тему не начни разговаривать. И это и политика там. Ну во всем абсолютно разбирается. Умудряет слепых. Ты поблагодари Бога за глаза. Один раз. Однажды приехал проповедник. Проповедует среди заключенных, где психически больные. И один подошел к нему и говорит, а вы Бога славили за то, что у вас разум сегодня есть. Подумал, да не славил я. А вы славьте Бога. Я тоже не думал об этом. А теперь, как только прояснение, я понимаю, кем я стал. Отнимается. Итак, за все благодарите. Идешь ли ты, едешь ли. Благодари за воздух, за святые, за небо, за облака, за мир, за правителей. Ты можешь работать день и ночь. И день и ночь молиться. Я сегодня только на эту тему хотел сказать. Выставили ролик. Почему служба у нас такая скучная. И отвечает инок. Приводит к выводу. Скучная, потому что не знаем. Пришел, вышел. А о чем там говорится? Служба составлена для людей, которые на небо собираются. Каждое слово вымеренное. А мы сходим всю жизнь и спроси чего-нибудь. Выну. Выну. Что вынешь? Это другое значение совсем. В животе твоем. Только в животы знаем эти. Ты глубже так. Капнись. Ты будешь все время за дорогу. Вот мы с детьми были. Я как начальник лагеря идут. Скажите, что мы знаем про дорогу? И дети начинают говорить. Почти во всем писании мы уже побываем. Птица какая. Что она означает? Даже ночью выводили, чтобы показать звезды. Как они называются? У ребенка это все откладывается. Выбери время. С ребенком сядь. Открой Библию. Ну, я не говорю 10 минут. 5 минут. Чтобы он в руках подержал эту книгу. Привык к ней. Они так пошел в школу, а там плохая обстановка. Вы помните, как у нас по Теряевке было? Приехал к ним неверующий. И уже наши все потянули за ним. Вот они не закурили и выпили. Ребятня. А почему? А с ними занятий нет. За все благодарите за свободное время. За все, что окружает. Что есть друзья. Мы все единодушные. Дал веру нам. Все это от него. Богу слава за все. Так, объявление. Братья, у кого есть скотина, особенно быки, как-то делайте, встречайте заранее их. Ну что, все из стаи бегут по огородам, посажено все топчут, лезут везде. Не только это, вчера бегут маленький белый такой бычок, небольшой. Чей такой? Ваш, наверное, да? Бежит. Вот это, я его здесь перехватил, еще два больших. А этот, Женя стоит, загородил стаищетника, он как вренулся, стаищетник выломал. Маленький такой, а уже прям вот такой, как этот. Да их не удержишь, батюшка. Нет, ну дай раньше встречать, выходить, чтобы сюда хоть не пропускать. Ну что же, они каждый день по огородам прямо идут. И это, ну, там кто, особенно эти, Алешкины быки, два быка, они какие-то прям бешеные. Орут и несутся, еще красномордые, красные и беломордые, то есть, чей-то тоже. Вот несколько раз уже, вчера гоняли мы их здесь, это все. Ну как-то раньше встречайте и дальше провожать их. Так они, батюшка, они днем как-то? Ну днем бывает не так всегда, обычно всегда они вечером, вечером несутся, забегали где-то по огороду, смотрю, они у Теренти там в ограде роют, что-то там копают. Ну там выгнали мы их сюда через ограду, выгнали. Там по огороду эти там арбузы посажены, пленка, все там, говорит, перетоптали. Я не был, говорят. Значит, как-то так надо встречать. Если днем прибежали, как учатся, мы когда пошли, коровы убегают домой. Отец говорит, корова убежала домой утром, поставь ее в клетку и до следующего утра не пить, не есть ничего и не давай дома. Она бежит домой. Так это, прибежали днем, загнал их в клетку, поставь, пусть до следующего дня. Ему потом некогда будет думать, когда там бегать что-то или... Ну, вот так вот, все. Батюшка, как учил, я скажу, коровы. Корова убегает, а что он сделает? Отец с одной рукой. Я за ней бегу, а в Андриашином стоило было. Почти до Андриашиного, вот Масаловский рядом, который. А тут корова, когда скачет она или бежит просто так, нужно, чтобы она именно бежала. Потихоньку ее гоню, сильно потихоньку. И как только я здесь поддал, схватил за хвост, а в руке у меня маленький бищик или палочка. Теперь я разворачиваю ее туда и теперь не даю ей остановиться. Она как только добежала в воду, а у отца бищ. И теперь он начинает ей приговаривать. Все, дурь сошла. А то не знаю, что делать, по огородам ходит. Не, ну по огородам здесь они... Они от стаи бегут, 4-5 их сразу бегут они. Какая-нибудь телушка там что-то их смущает. Они бегут за них. Глаза на выпусках, как бешеные, бешеные-бешеные. Что делается? У меня вопрос по времени занятий. Может быть нам пораньше сделать занятия, чтобы день сильно не разрывался? Воскресенье? Да, воскресенье. Сделай. Не в час, например, а часов там в 11, когда или в 12, или как. Ну назначай, чтобы согласились. Чтобы пораньше занятия провели, а потом уже там какие-то... Мы согласны. Что, голосовать будем? Ну кто за то, чтобы в 11 сделать занятия? Уже почти 10 часов. Когда батюшка, служба только кончилась. Ну кончилась, значит не проходит. В полдвенадцатого. Сгодится? Ну я не знаю, как все. В 12 дней раньше. Значит, видите, вот так и общее мнение. А когда батюшка, когда батюшки нет, а может пораньше тогда? Так, когда батюшки нет, тогда раньше. Вот вариант еще один. Значит, когда батюшки нет, на 11, согласны? Поднимите руки. Да, согласны. Все. А когда батюшки нет, то сейчас. А когда батюшка здесь, то сейчас. В 12, сейчас сколько? Сейчас в 10. В 12. В 12. Сегодня в 12. А когда батюшки нет, значит в 11. Принято. А то уже время там. Уже время много.